Ранее сегодня Владимир Путин провел заключительные серии совещаний на этой неделе с военачальниками и главными конструкторами оборонных заводов. Репортаж Александра Черепниной. Дважды в год президент с представителем Минобороны и предприятия ОПК детально обсуждает состояние отрасли и ставит новые задачи по укреплению безопасности страны. Сегодня на повестке национальный план обороны. Документ, где детально прописано, как будут развиваться вооруженные силы в ближайшие годы, по мнению Владимира Путина, требует корректировки. В январе 2013 года был утвержден первый в истории план обороны страны. В нем обозначены потенциальные риски, угрозы безопасности государства. Увязаны наши действия по таким базовым направлениям, как развитие вооруженных сил и реализация программ вооружения, мобилизационная подготовка и территориальная оборона. Поставленные задачи перед министерствами и ведомствами, причем на разных уровнях. Очевидно, что ситуация меняется, причем меняется достаточно быстро и документы военного планирования должны уточняться. Год назад был утвержден замысел обороны на предстоящие пять лет. На его основе Минобороны и соответствующие федеральные органы власти подготовили комплект документов нового плана. В демонстрации боевой готовности армии, по словам президента, стала операция наших воздушно-космических сил в Сирии, а также различные боевые учения. К примеру, самые масштабные в году — Центр-2015. В них участвовали 95 тысяч человек, 7 тысяч единиц военной техники. В конце октября прошла и большая проверка ядерного потенциала страны. Были проведены пуски баллистических ракет с космодрома Плесецк, а также из акватории Баренцева и Охотского морей. Укрепление потенциала стратегических ядерных сил сейчас одна из главных задач наравне с созданием перспективных систем противоракетной обороны. Часть новейших образцов уже прошли успешные испытания и начали поступать в части. Все это подчеркнул Владимир Путин вопрос защиты национальных интересов, а также адекватный ответ на действия США, которые продолжают развертывание систем ПРО в Европе, стремясь к военному превосходству и преследуя цель нейтрализовать ядерный потенциал России и других стран. Мы не раз говорили, что Россия примет необходимые ответные меры по укреплению потенциала стратегических ядерных сил. Мы будем работать и над системами противоракетной обороны, но на первом этапе, как мы неоднократно, повторяю, говорили, будем работать и над ударными системами, которые в состоянии преодолевать любые системы противоракетной обороны. За последние три года предприятия оборонно-промышленного комплекса создали и успешно испытали ряд перспективных систем вооружения, которые способны решать боевые задачи в условиях эшелонированной системы противоракетной обороны. Новые боевые задачи, стоящие перед армией, требуют качественной военной подготовки всего состава. Об этом шла речь на сегодняшнем совещании. Президент отметил, образовательные стандарты профильных вузов и академий должны постоянно обновляться. Очевидно, что нужно и дальше повышать качество военного образования. А для этого, сохраняя лучшие методики подготовки кадров, искать новые перспективные передовые подходы, прежде всего, направленные на максимальное приближение образовательного процесса к тем реальным задачам, которые офицерам приходится решать в войсках. И, конечно, здесь важно обеспечить приоритетное комплектование вузов современными образцами вооружения и военной техники. А молодые командиры должны не просто их знать, а уметь этим пользоваться. Оснащение армии самой современной техникой, как сказал президент, приоритет для нашей страны. Программа по перевооружению должна быть завершена через пять лет. Только за последние три года оборонные предприятия поставили в части почти 16 тысяч единиц техники. И усовершенствованные модели, и совершенно новые. Сейчас, к примеру, проходит испытание новейший комплекс, который объединит в единую сеть все системы радиоэлектронной борьбы, стоящие на вооружении. Он предназначен для подавления каналов связи и управления противника. Его вместе разрабатывали сразу несколько оборонных заводов. По итогам всех заседаний конкретные поручения получат правительство, министерство, отдельные предприятия и научные центры. Для некоторых из них планы работ будут скорректированы. Александра Черепнина, Алия Марин, Владимир Павлюков, Марина Елисеева, Первый канал, Сочи.